Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что Пугачёва предупредили об опасности переезда из Израиля. Анатолий Вассерман говорит о том, что, скорее всего, она останется жить в Израиле. Говорит о том, что Израиль достаточно быстро зачистит всех нападавших. И там снова опять будет тишина. Потом, когда-то через какое-то время опять снова может что-то случиться. Что это длится уже очень долго. Он сравнил это с вулканом, который иногда выбрасывает пепел. Но люди у границ его продолжают жить, потому что это достаточно выгодно. Почва очень плодородная. Предостерег её от переезда в США, в Америку. Потому что в Америке будет много экономических проблем, он говорит. И, собственно говоря, с точки зрения безопасности тоже. Друзья, вы знаете... Не знаю уж, зачем он её предупреждает. Куда ей и что делать, как ехать. Они уехали из России. Они здесь жили, по-моему, лучше всех. Но точно, так сказать, не хуже всех. И они приняли решение уехать по своим соображениям. Безопасности или ещё по каким-то соображениям. Я сужу только с точки зрения того, что это дети, которых они вывезли туда. И они находятся сейчас. Но фактически их жизнь под угрозой. Потому что тут ракета, не дай бог, прилетит. Я, конечно, не желаю зла. Ни в коем случае, тем более, детям. Но и в первую очередь детям. Но это же чисто теоретически возможно. Когда пять тысяч ракет пускают. Куда она упадет? Кто его знает. Поэтому это опасность в любом случае. И люди должны, взрослые, это продумывать. Что это может случиться. Тем более, когда ты едешь в регион, где постоянно какая-то напряжённость присутствует. Поэтому я считаю, что это безрассудно было абсолютно сделано. А куда она поедет? Вы знаете, мне вообще всё равно, куда она поедет. Честно скажу. Но я бы не хотел, чтобы она приезжала в Россию. Хотя, ещё раз говорю, в рамках закона. И мы остаёмся в рамках закона. Они имеют конституционное право. Нагалка не имеет никаких дел. Он тоже имеет право приехать. Он иностранный агент. У него будут проблемы только с заработком. Вы понимаете, как и ограничения. Довольно серьёзные ограничения. Но на ней могут вернуться, собственно говоря. Просто потому, что мне бы хотелось, чтобы эстрада, которая начинает очищаться, она была эстрадой, творчеством. И чтобы были такие же таланты из регионов. Их находили. Их сейчас очень много. Которые были бы сради невеликому Магомаеву, Кобзону, Зыкиной. И я уверен, что на российской земле очень много талантов, которые можно сравнить, о которых мы даже ещё не знаем и не слышали, возможно. И нужна какая-то программа, может быть, по обновлению. Потому что 10-20 человек тащат и ведущими, и на сцену. И вот одни и те же, одни и те же. Как вот в бочке. Вот они варятся, варятся в этом соку своём. А всё почему? Потому что главное – золотой телец. Вот сегодня интересную вещь, я сам сказал. И мне стало самому как-то, что для них они патриоты золотого тельца. Вот, патриот золотого тельца. Понимаете? И это самое страшное. Таких патриотов развилось очень и очень много. Потому что общество потребления у них, у этих людей, которые живут в обществе потребления, вместо родины, понятия родина, родитель, бог, становится золотой телец. Они считают, что деньги – это главное. За деньги можно купить всё. Если есть деньги, то ты выше закона. Если есть деньги, то ты, скажем так, исключительный. Вот это очень страшно. Потому что самое главное – это духовность. Это и есть то, что цементирует, с моей точки зрения, общество. И то, что превращает человека из животного в человека именно. То, из-за чего человек и называется человеком – это духовность. Поэтому духовным воспитанием сейчас вообще практически никто не занимается. Абсолютно никто. Есть ли какая-то программа на Первом канале? Нет. Есть ли какая-то программа на ТНТ? Нет. Там КВН, тут Камеди Клаб. А где духовность? А где духовность? Поэтому явление Пугачёвщины, я считаю, за последние три десятка лет породило этот шоу-бизнес с многочисленными представителями «Цвета неба» и «Пошлятиной», и песнями непонятно какими. «Зайка моя, я твой тазик». Поэтому вот «Зайка моя, я твой тазик» – это вот, знаете, «Зайка моя, я твой коричневый глазик». Вот это вот всё, понимаете, вот это вот и есть слоган, можно сказать, последних трёх десятков лет шоу-бизнеса. Друзья, что думаете на сей счёт? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закреплённом комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал Будда Гришна. Новости в формате 24 на 7. Все последние видео, фото того, что происходит в Израиле. Политические новости с моими комментариями, всё там, поэтому не пропускайте. Подписывайтесь, друзья, Телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.